Мы все здесь считаем, что она в смертельной опасности находится. Помогите нам забрать эту девочку, вернуть в настоящую семью. Это жители села Куйбышево в соседней Хакассии. Они устроили народный сход, чтобы поддержать Елену. У неё органы опеки забрали ребёнка в пользу биологической матери, которая 7 лет провела на принудительном лечении в психиатрической больнице. Почти всё это время девочка жила с тётей. Ну вот, юные карандаши, пеналы, всё здесь вот, бантики, всё осталось. Как бы это их ниже бардак. Это её фотография, она красавица наша. Ребёнок её никогда не знал в жизни. Он считал нас своими родителями. Она очень сильно плакала, она не хотела ехать к ним. В селе Кызлас находится реабилитационный центр. Из семьи девочку забрали туда, а затем передали матери в Саиногорск. Родного отца у ребёнка давно нет. Это за его убийство мать попала в больницу с тяжёлым диагнозом. Эти кадры на днях сняла местная телекомпания. Нам женщина дала интервью по телефону. Нахожусь на амбулаторном лечении и принимаю лекарства успокоительные. Можете мне рассказать, сколько лет ребёнку? Восемь лет. Восемь лет. То есть, получается, вы его совсем не видели и не воспитывали с рождения? До шести месяцев. А удаётся найти общий язык? Вы же совсем его не знаете. Да, удалось. Психиатры из Абакана, столицы Хакасии, рассказали. Состояние женщины зависит от препаратов и образа жизни. Если лекарства подобраны правильно, если она не пропускает приём таблеток, хорошо спит и не употребляет алкоголь, то может быть адекватной матерью. Если нет, гарантии никто не даёт. Казалось бы, местный отдел образования должен был лишить мать, находящуюся в психбольнице, родительских прав. Ведь по факту родителями девочки были другие люди. Они воспитывали её. Но чиновники этого почему-то не сделали. Сегодня там новая начальница. Исследуя бюрократическим правилам, она встала на сторону биологической матери. 27-го, 10-го закончилось постановление об опеке. 27-го, 10-го он уже не имел права там находиться, потому что у него есть мама, которая не ограничена в родительских правах, и она не лишена родительских прав. Для чего матери нужен ребёнок – большой вопрос. Сразу после выхода из больницы она подписала согласие на удочерение девочки-опекуном. В этом случае она могла бы общаться с ребёнком, не подвергая её жизнь лишнему стрессу, и постепенно выстроить нормальные отношения. Но потом мать внезапно отозвала документ. Оно было нотариально составлено. Там давался срок, в какой *** должна была удочерить ребёнка. *** отказалась удочерять ребёнка, и мать отозвала своё согласие у нотариуса. Юрист мне говорит, как ты её удочеришь. Во-первых, нужно по законодательству сначала убрать одну мать, а потом мне становиться матерью. Сейчас в Хакасии идёт суд по лишению матери родительских прав. Он уже назначил психолога психиатрическую экспертизу, чтобы определить, в каком состоянии пациент сегодня. Пока идёт процесс, девочка будет находиться с биологической матерью. Соседей семьи в селе Куйбышево, где жила девочка, такой расклад не устраивает. Опека сразу забирает, да. Ну ладно, есть закон, но есть ещё человеческие отношения, о которых не надо забывать. Это ребёнок. Антон Попов, Александр Тимофеев, Евгений Сульбереков. При поддержке телекомпании Нота Бена, Абакан.